А прямо сейчас также о прогнозах, только уже касаемо извержений вулканов. В настоящий момент на Камчатке активны пять вулканов. Трем из них присвоены оранжевый код авиационной опасности, остальным желтый. Самый активный – Ключевская сопка. Напомню, он активизировался в конце 2014 года, и сейчас там просматривается второй лавовый поток длиной не менее одного километра. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, по юго-восточному склону Ключевской сопки лава начала спускаться еще 10 января, а 17 числа она пошла и по северо-восточной стороне. В кратере изредка происходят небольшие выбросы раскаленной магмы и пепла. Но Ключевская сопка – не самый активный вулкан. В следующем сюжете речь пойдет о более горячих точках планеты. Не переключайтесь. Всем известно, что во время извержения вулкана на земную поверхность выбрасывается огненно-жидкая масса – лава. Ее температура может варьироваться, и тысяча градусов – это не предел. Самый горячий вулкан на планете – гавайский Килауэа. Его активность возобновилась в октябре 2014-го. Раскаленный поток вплотную приближался к поселениям. Часть местных жителей эвакуировали. Температура лавы тогда достигала 2000 градусов. Ширина потока была около 100 метров. Кстати, вулкан Килауэа является самым молодым на Гавайях и самым активным в мире. На втором месте – африканский Нирогонго, заполнивший лавой целое озеро. Глубина озера составляет около 600 метров. Температура магмы достигает 1000 градусов. А ее всплески поднимаются на высоту от 7 до 30 метров. Третьим в рейтинге оказался самый активный вулкан Африки – Немлагира. Температура расплавленной лавы в нем достигает 982 градуса. В среднем извергающаяся магма имеет температуру от 700 до 1000 градусов. Наиболее высокие значения имеет жидкая лава. Основным ее компонентом является базальт. В этом случае расплавленная горная порода может протекать по несколько десятков километров, прежде чем остановиться и затвердеть. Вулканы, которые извергают такой тип лавы, зачастую очень пологие. Есть андезитовая лава. Ее можно узнать по застывшим округлым глыбам. Лава с температурой ниже 700 градусов кислая, очень богата кремнеземом. Ее характерный признак – медленная скорость и высокая вязкость. Очень часто при извержении этот ветлав образует над кратером Корку. Вулканы в этом случае зачастую имеют крутые склоны. Обычно цвет горячей лавы темный или черно-красный, однако есть магма синего цвета. Это поистине захватывающее природное явление можно увидеть внутри индонезийского вулкана Кавейджен на острове Ява. Ночью эта сопка превращается в мистическую гору. Синее пламя поднимается из глубин кратера. Внутри вулкана находится серное озеро, из которого местные жители регулярно добывают серу вручную. Место довольно опасное для здоровья, так как лава выделяет вредные для дыхательных путей паровые выбросы. Раскаленный высокой температурой газ производит электрические вспышки синего цвета, иногда достигающие до 5 метров в высоту. Некоторые частицы горящего газа конденсируются в жидкую серу, что и создает таинственную синюю пылающую жидкость. На этом интересные факты о вулканах и лаве, конечно, не заканчиваются. Продолжать можно еще долго. Галина Исаева, Тюменское время.